Мир правосудия изучаем и понимаем. Итоги регионального проекта, в котором приняли участие свыше 400 саратовских школьников, были подведены в областном суде. Подробности у Григория Вингурта. Разработанный областным судом и управлением судебного департамента проект адресован прежде всего школьникам. И одно дело выслушивать назидательные речи ученых мужей с трибуны, совсем другое. Самим вести открытое судебное заседание, где к твоему соседу по партии обращаются не иначе, как в вашей честь. А рядом истец, ответчик, государственный обвинитель и адвокат. Серьезно, как известно, лучше всего познается в игровой форме, с остроумными визитными карточками команды. Все-таки быть судьей непросто. Несовершеннолетнего обвиняемого у нас было совершеннолетнее оправдать полностью. С него сняли все обвинения. И еще один главный участник преступления тоже штраф и принудительные работы. Очень сложно было вести дело, я так волновалась. Тем из них, кто выберет профессию юриста, наверняка придется столкнуться с такой суровой реальностью, как произвол ЖКХ. Из 400 тысяч уголовных, гражданских, административных дел, что ежегодно рассматривается в судах области, многие связаны с мошенниками именно в этой сфере. Сорона недобросовестная, как правило, она использует различного рода уловки при рассмотрении дел, законодательные всякие ловушки с помощью адвокатов, для того, чтобы либо избежать заслуженного наказания, либо его как-то снизить, либо попытаться заволокитить, помешать судебному процессу. Это все равно юридический ликбез для всех. Мы хотим видеть просто в этих наших подрастающих граждан людей, которые грамотно пользуются законами, которые знают законы, люди, которые будут проявлять активность, люди, которые будут понимать, для чего нужно идти, например, на выборы, для чего нужно голосовать. Награды венчают достойных. Прежде всего команды 2-й гимназии, 15-го лицея и лицея гуманитарных наук, который стал первым среди равных. Право у нас преподается с 5-го класса, поэтому просто получилась такая практика. Теорию мы изучаем с 5-го класса, а это получилась такая практика, очень интересная. Григорий Вингут, Александр Шевченко, Ярослав Квитко, Вести Саратов.